В окно влетает мужчина. Он одет в черный костюм, он высокого роста, очень красивый. Я не понимаю, кто это. Сама на себя, она скорее больше похожа на какого-то очень странного мужчину. Он лысый, и у него по голове, по лицу везде черные татуировки. И в это время ко мне подходит мой коллега и говорит, ну как ты тут, как ты вообще все это терпишь, как ты лежишь. Я говорю, все хорошо, слушай, ну вот мне немножко страшно, еще очень сложно лежать неподвижно. Мне приснался сон, в котором мужчина провожает меня в дом, в котором я буду жить. Полукон, получеловек. Эти образы не до конца стали человеческими. Очень интересно, о чем же спят аналитики? О любви. Субтитры создавал DimaTorzok Как бы ты могла объяснить, что такое анимус? Это право. Это то, что мы можем разделить друг с другом. Оно связано с нашим собственным маскуринным, другие... Твои анимусы. Да, но мой, да, мой анимус. Как проявляется анимус во снах? В каких образах? В каких символах? Мы говорим о женщинах, у которых, допустим, очень хорошее отношение с анимусом. И она тогда приобретает какую-то духовную смелость, целостность. И не ведет ли это к некой такой целостности, которая... Пускай идет, воздух чище будет. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. И это действительно какая-то такая большая коллективная тенденция. Я думаю, что, конечно, без анимуса здесь не обходится. Как фигура он очень... Как его описывают, что он действительно такая очень ревнивая и собственническая фигура. И, опять же, когда она не уравновешивается с чувствами, есть большой соблазн переехать и жить в этом дворце короля внутреннего, с ним сочетаться и исследовать этот мир духовных каких-то вопросов. Но все же, когда такие женщины приходят в анализ, мы находим эти чувства одиночества, чувства, может быть, какого-то ущербности, что нет рядом близкого реального человека, грусть, тоску. Постепенно, когда мы приходим к этим чувствам, и анимус тоже ослабевает. Когда женщины начинают видеть эти чувства, прожевать их, то появляется из них, рождается потребность близости и готовность идти на отношения даже с несовершенным человеком. Готовность с этим несовершенным человеком выстраивать нечто общее. И это большой козырь против, да, фигура анимуса такой подавляющей. Это то, к чему, мне кажется, очень важно идти, к чувствам, к своим. И к своим чувствам еще женщина приходит через умение слышать и слушать чувства других. Я два года развиваю формат общения на рамках. Это формат такого кругового общения, группового, в котором в основном как раз приходят женщины, мы встречаемся и по кругу делимся своим опытом, что поднимается в чувствах, в ощущениях, какими-то мыслями, но мы не вступаем друг с другом в непосредственный диалог. Мы не пытаемся что-то выспросить друг у друга или дать какой-то комментарий, оторванный от моих чувств. Даже когда я откликаюсь, я откликаю своих чувств. И такой формат общения удивительным образом, и это не только я замечаю, это замечают все участницы, помогает остановить этот поток мыслей, остановить этот поток осуждений, который порождает как раз фигура Аниуса. Появляется совершенно разный опыт. И то, что с тобой не соединяется в твоем опыте напрямую, не пытается под него подстроиться, таким образом разгружает тебя, дает возможность порывить этот опыт, освободиться от него и услышать опыт другого. Возможность это отмещать внутри себя, по сути, создает трансцендентную функцию, или создает что-то, что уравновешивает эту категоричность Аниуса, что в итоге ставит его на место служения нашим чувствам. Он начинает становиться помощником, который помогает в этом противоречии находить связи. В первую очередь в отношениях. Почему важно изучать свои чувства? Почему важно быть в контакте со своими чувствами? Людям часто кажется, что если они не обращают внимание на свои чувства, то они не существуют. А если я не чувствую какую-то боль, если я анестезирую себя деятельностью или каким-то процессом, то как будто бы этого и нет. И, наверное, в первую очередь нам надо смириться с тем, что чувства есть, они никуда не исчезают. Мы можем их не замечать много лет, но они в какой-то момент возьмут свое. Наверное, важно смотреть на старость, которую мы можем видеть на пожилых людей, которые, к сожалению, не имели такой терапевтический инструмент таких знаний, которые имеем мы сейчас. И как много людей погружаются в итоге в эти чувства, как чувства берут свое, как депрессия берет свое в итоге к концу жизни, апатия, отсутствие радости. Это не только естественный процесс, но это и отложенные переживания, за всю свою жизнь, не разрешенные какие-то проблемы. Поэтому с точки зрения психогигиены нам надо искать свое чувство, думать о них, смотреть свои сны, пытаться исследовать то, как меняется мое настроение, не списывать это просто на затмение или на ретроградный Меркурий, или на плохой кофе, а все-таки пытаться присваивать себе ответственность. Это шаг к здоровой старости, это шаг к более здоровым отношениям. Иногда сны словно помогают нам, а в смысле теперь работать какой-то материал. Иногда сны не нуждаются в трактовках, иногда они... Иными словами, иногда сны – это про двухголовую кобру, а иногда сны просто про ракообразных, которых выбросило море. Иногда бананы – это просто бананы. Но действительно, иногда сны приходят сами. Не думаю, что люди, которые не верят, или не чувствуют в сновидении какого-то потенциала, что их можно переубедить без участия их в сновидении. Мне приснился сон, к которому мужчина провожает меня в дом, в котором я буду жить. Этот дом находится на берегу океана. Он сам в этот дом не заходит. Я захожу в этот дом, открываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok